На строительство Байкала-Амбурской магистрали в свое время отправлялись сотни, тысячи советских ребят. Врачи, геологи, учителя, повара, все они стали героями-строителями. К чему я это говорю? Потому что в наше время сложно даже на субботник молодежь собрать. А ведь раньше какая инициативная молодежь была. И все это отображено здесь на картинах. И прям смотришь, так атмосферно, так здорово, так хочется к ним сказать, «Ребята, давайте помогу, мы же с вами одно дело делаем». ВЛКСМ завершил свое существование около 30 лет назад, но память о нем и о его деятельности живет до сих пор. Время грандиозных перемен, происходивших в стране. Одна из главных тем выставки – молодежные стройки. Бам, поднятие целины не обошлось и без тематики родного города – строительство Горьковской электростанции. Здесь сразу несколько тем раскрывается в работах. И нужно сказать, что диапазон временной тоже достаточно широк. Хотя экспозиция небольшая по размеру, около 60 лет. Период, начиная с 1929 по 80-е годы, на выставке представлен. Причем выставкой остались довольны и взрослые, которым все это знакомо, и самые маленькие посетители. Сюжетные картины, конечно, они отражали вот того времени, когда вот очень скромно жили. Зато все картины пронизаны таким советским энтузиазмом. Люди чистые, светлые. Привет, как тебя зовут? Денис Артемович Снегрев. Ой, как официально. Денис Артемович, скажи мне, пожалуйста, как тебе выставка? Понравилась? Да, очень. А если бы тебе сейчас сказали, что нужно ехать на стройку, поехал бы? Ну, нет. Да, как-то да. Почти каждая картина имеет свою историю, и на ней изображены реальные персонажи. Например, вот эти девушки, врачи по специальности, своей идейностью вдохновили художника на картину. Замечательные девчата, которые по своей специальности являются врачами, строили себе больницу. И когда он спросил у них, может быть, они могли приехать чуть позже, когда больница уже будет готова, девчата сказали, нет, мы хотим эту больницу построить своими собственными руками. И художнику поразил вот этот вот энтузиазм, да, и вот это ощущение сопричастности. Здесь можно окунуться в атмосферу того времени и посмотреть на членов всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи как в работе, так и в быту. Конечно, различия между молодежью того времени и нашего времени, они есть, но есть и то, что нас объединяет, это отдых и танцы. Мне очень понравилась вот эта картина, называется она «Сегодня будут танцы», и вот тут девчонки, как и в любое время, собираются, прихорашиваются, делают макияж, прически, и вот один человек спит. Но согласитесь, в компании всегда есть такой человек, который говорит, я никогда не пойду, я буду спать в любое время, в любую эпоху. Надежда Рожнова, Иван Масов, Служба новостей «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова